2018 год — это год веры, год поста, молитвы и поклонения. Благословен Ты, Господь Бог, Царь Вселенной, подаривший нам Тору и явивший нам Ешуа, который является Словом. Амин. Хорошо. Итак, недельный раздел называется «Наасо». Это 35-й раздел Торы и 2-й раздел книги «Чисел». Назм по первому значенному слову текста «Вайдабэ Рашем эль Маше лиморна Асо, эт Рашебне Хиршон». И говорил Бог Маше, сказав «Исчисли сынов Гиршона». «Наасо» — это самый длинный раздел Торы. Он содержит 176 стихов и начинается с 4-й главы, 21-й стих, и завершается 7-я глава, 89-й стих. Итак, это вводная часть. Знаете, каждая монета, она имеет две стороны. Орел и решка, аверс и реверс. Служение Богу тоже имеет две стороны. Одна видимая, а вторая, ну, чаще всего мы ее не видим. И она очень сокрыта от нашего внимания. У каждого человека, знаете, у нас есть ассоциативное мышление. Например, мы говорим «кисло» или «лимон», и мы понимаем «кисло». Мы говорим «что-то такое сладкое», и мы понимаем «халва» — это сладко. И когда мы говорим о левите, мы сразу имеем представление, ассоциация с тем, что левит — это что-то приближенное к Богу. Это что-то, кто служит Богу. И когда мы читаем начало этой главы, мы понимаем, что разговор идет конкретно о левитах. Бог говорит «исчислить сыновей определенных родов из колена левия». И кто же такие колена левия? Второзаконие 10.8. «В то время отделил Господь колено левина, чтобы носить ковчег завета Господня, предстоять перед Господом, служить Ему, молиться, благословлять именем Его, как это продолжается до сего дня». Ну, скажите, весьма так хорошо звучит, прекрасно звучит еще раз. «Чтобы носить ковчег завета Господня, перестоять перед Господом, служить Ему, молиться, благословлять именем Его». Очень хорошо звучит. Хочется быть левитом. Хочется просто. И давайте мы посмотрим, ну, почетное действие, но давайте мы посмотрим, что же говорит Бог в этой главе, интересно. Число 4 глава, 24 стих. «Вот работы семейств Герсоновых при их служении и ношении тяжестей». Оп. Хорошо. Следующий стих. 29.31. «Сынов Мирарины, по родам их, по семействам их исчисли от 30 лет и выше до 50 лет, исчисли всех способных на службу, чтобы отправлять работы при скинье и собрании. Вот что они должны носить по службе их при скинье и собрании. «Брусья скинье, шесты ее, столбы ее и подножия ее». Вы понимаете, да? Служение этих семей заключалось в том, что они носили скиньею. Они собирали ее, они слаживали ее, они приводили там порядок. Вы понимаете, да? Да они даже ковчег, вот знаете, ковчег, сам ковчег они не носили. Было другое семейство, которое носило. Их просто к этому не подпускали. То есть хорошее служение, знаете. Понимаете, читаешь, и такая легкая печаль. Смотрите, во-первых, они начинали служение в 30 лет. До 30 лет они готовились к этому. Служение продолжалось 20 лет. 50, да? До 50. Ну, за 20 лет, если так почитать внимательно Писание дальше, мы увидим, что делились череды были определенные. То есть за 20 лет они могли послужить всего лишь раз 20. В этом, ну, в своем, в своей череде. И получается, что люди готовились практически полжизни для того, чтобы 20 раз всего лишь послужить. Ну, понимаете, то есть, и порою, знаете, бывает очень, ну, как бы, слушаешь размышления по поводу служения. Что значит служить Богу? Ну, в основном модное, это говорят, это пророчествовать, исцелять больных, ну, гонять бесов, еще проповедовать, учить. Ну, это еще так нормально. Проповедовать на улицах тоже хорошо, но если тебя не слышат и тебе не получается, то это немножко забывается. Но, знаете, я иногда не слышал рассуждения, что как прекрасно, я вот всю жизнь мечтал мыть туалеты в общине. Или подметать, или стулья ставить во время служения, вот перед служением. А после служения убирать их, а еще выносить мусор. Но если мы посмотрим, мы посмотрим вообще на Писание, то, вы знаете, самое интересное, первый мученик Господень, да, который мы называем, ну, как мы видим, в деянии апостолов, Штефан, Стефан, да, он вообще-то был человек, который пекся о столах. Ну, то есть, его работа заключалась в чем? Каждый обед, каждое утро, обед и вечер, он занимался едой. Приходили люди, он давал эту еду, он должен был ее покупать, он должен был ее находить, он должен был проследить, чтобы все было в порядке. Ну, хорошее служение, согласитесь, да, но о чем мы читаем дальше? А Стефан, исполненный верой и силой, совершал великие чудеса и знамения в народе. Ого, подождите, что-то тут не стыкуется. Он занимался столами, а через него чудеса, знамения, великие какие-то дела, непонятно что-то. Я вот, и дальше написано, и дальше, что кто-то даже из синагог, там, киликийцев, киринейцев, александрийцев из Киликии, Асии приходили, вступали с ним в спор, и написано, что не могли противостоять ни духу, ни мудрости, которыми он говорил. Ну, нет ассоциации. У нас ассоциация, служитель, левит, это человек, святая святых с кадилом, в лучшем случае, или стоящий на сцене и проповедующий. А здесь человек печется о столах, о великие чудеса, знамения и мудрость через него идет. Ну, ломается логика. Я хочу вам сказать простую истину. Когда мы приходим к Богу, наша логика ломается. Бог поступает так, как Он хочет. И Он называет служением то, что Он называет. И Он говорит, что Ему вот это жертва, а вот это не жертва. Понимаете? И когда мы приходим к Богу, Он ломает нашу логику для того, чтобы прославиться, чтобы показать реальность своей славы. Итак, смотрите, что же тут, мы говорим о парадоксе, о модном служении, да? И, ну, знаете, что важно я увидел в этой главе, об этих ребятах? Они приносили присутствие Божие. Куда бы они ни приходили, там начиналось присутствие Божие. Потому что если бы они не переносили ковчег, то служителя Аароны и остальные ребята, они бы не могли ничего сделать. Все было так связано между собой, и мы порой не замечаем этих мелочей. Знаете, все кроется в мелочах. Наше ассоциативное мышление, знаете, у нас ассоциация служения, это что-то вух. А Бог говорит, вух это хорошо, но это всего лишь следствие. Знаете, Писание говорит так, у верующих же будут сопровождать сии знамения. То есть то, что мы ищем, чаще всего оказывается то, что, ну, это знамение, оно должно просто быть, ну, сопровождать нас. Когда мы начинаем делать дело Божие, оно начинает просто идти с нами. А когда мы начинаем искать то, что мы хотим получить, мы не находим чаще всего этого. Потому что мы не делаем то, что важное. И поэтому, когда я смотрел на этих левитов, ну, что-то произошло в моем мышлении. Потому что мы представляем себе левит, это опять же говорю, что, помните, как, сейчас секундочку, что как во времена, когда они подошли к Синай, народ Израиля, и Господь говорит, а вы будете народом священников, царством священников. И все сказали, да, даже не подумав об этом. Народ рабов сказал, да, потому что они представляли себе священство немножко по-другому. Они представляли, что это почет, уважение, слава, а это оказалось ответственность. Наше служение Богу, это прежде всего ответственность. Я вам хочу сказать, что иногда мы, опять же, подходя к тому, что я уже говорил об ассоциативном мышлении, о том, что мы представляем себе служение Богу таким, а вот это не служение Богу, а это вот это. Вы знаете, в Нью-Йорке есть, ну, Нью-Йорк состоит из островов, знаете, там Бруклин, и вот между ними есть мосты. И один из мостов называется мост самоубийц. Потому что люди, которые зачаровываются в жизни, они приходят на этот мост, он высокий, они прыгают вниз и разбиваются. И вот на берегу одного, по-моему, я не помню, в Бруклине жил, на одном берегу жил один верующий мальчик, но он, понимаете, у него ДЦП. А он же работал как бы на другом стороне моста. Верующий брат дал ему возможность приходить туда и переставлять коробки в магазине овощном. И за это он давал ему определенные деньги. И этот каждое утро этот парень шел туда, потом возвращался туда, и он не мог служить Богу, в нашем понимании. Он не мог стоять на сцене с гитарой, он не мог проповедовать, потому что у него были проблемы с речью. И вот что он делал? Каждое утро он проходил по этому мосту, и просто люди стояли возле опере, он подходил и говорил, хороший день, Бог любит вас, и шел дальше. И это он делал в течение 10 лет, 20 лет, и вот он уже был старый. И вот посмотреть на его жизнь, вроде бы ничего он не делал, он каждый день ходил по мосту. И вот однажды один парень, это уже история парня, который, один молодой человек, он приехал в Нью-Йорк, знаете, в большой город получить славу, и он хотел прыгнуть с моста, он потерял все. И он уже был готов умереть. И тут подошел, кто-то к нему подошел, какой-то непонятный человек, и сказал, все хорошо, хороший день, Бог тебя любит. И пошел дальше. И у него что-то перемкнуло в голове, что-то случилось с ним. Он пошел на другой берег, нашел какую-то первую церковь, вошел туда, покаялся. Прошло время, он стал пастором, и он решил собрать людей, и он написал вот такой какой-то газете, объявление, и пригласил людей, кому вот в течение такого-то лета приходили, ну, вот такая ситуация, как у него была. И вы знаете, пришло более 3,5 тысяч человек. 3 тысячи человек, которые готовы были умереть. Но этот мальчик, который никогда не думал, что он делал, это было служение Богу. Но это было служение, ну, для нас это бы не казалось бы служением. Итак, смотрите, мы мечтаем о исцелениях, о силе Святого Духа. Мы мечтаем, ну, чтобы вот так, знаете, раз и происходило. Мы помолились, и все произошло. Это хорошо. Это нормально. Но это то, что сопровождает нас. Это то, что сопровождает нас, когда мы начинаем служить Богу. Это то, что делает, ну, мы не можем, знаете, как, если я копаю яму, земля выразит, будет, ну, то же самое. Когда мы ищем отношения с Богом, мы начинаем, мы молимся, мы получаем ответы. Когда мы читаем Писание, приходит откровение. Когда мы начинаем помогать другим людям, их жизни меняются. Понимаете? И мы должны разрешить Богу, знаете, расставить правильные акценты в нашей жизни, в служении. Изменить наше мышление, прежде всего, что на самом деле является служением Богу. И войти в это призвание, в свое личное призвание, тем даром, который есть у вас. Как часто мы просим у Бога, Боже, покажи мой дар, покажи тот дар, который есть во мне. Не тот, который я хочу, но тот, который есть во мне. Покажи мне. Может быть, я лучше всех улыбаюсь и говорю людям, сегодня хороший день? А может, я лучше всех ставлю стулья? И вы не знаете, что, может быть, правильно поставленное стуло с сердцем правильным перед Богом изменит чью-то жизнь. Потому что мы представляем себе служение именно вот так, как мы его представляем. А Бог говорит, исчезли сыновей Гершоновых, исчезли сыновей таких, и пусть они носят тяжести, пусть они делают вот это, пусть ставят палатки, пусть убирают, пусть чистят, пусть наводят. Ну, понимаете? Но ведь они же тоже хотели. Помните, как сыновья Кореевых приходят к Аарону и говорят, а ты кто такой? Мы такие же самые, как и ты. И с нами Бог говорит. И помните, что с ними произошло? Но сыновья Кореевы, мы читаем и Псалмы, потому что сыновья Кореевы пошли другим путем. Они делали то, что говорил им Бог. И Бог раскрывал их служение, и Бог ставил их в правильные места, и сегодня мы видим результат. Поэтому, знаете, нам необходимо иметь близкие отношения с Богом. Глубокую молитвенную жизнь и тесное общение через Священное Писание. И если надо, нам нужно говорить. Знаете, говорить. Мы часто говорим, где надо молчать, а молчим, где надо говорить. Когда мы едем в маршрутке, и кто-то там ведет себя безобразно, мы иногда молчим, потому что может морду дать, извините за грубость, так сказанность. Но зато, когда мы вместе, мы можем друг другу наговорить. Так давайте мы поменяем немножко ракурс. Давайте мы будем смотреть на Писание, что говорит Бог. Брать вот эти примеры. Я думаю, что если бы эти сыновья, еще раз, да, вы помните, да, сыновья, еще, извините, я, Мирарины и Герсоновы не делали бы свои обязанности. Скиния Давида бы она просто не передвигалась, скиния Моисея не передвигалась бы. Потому что, помните, подымалась облака, скиния собиралась и шла за ним. Но чтобы ее собрать, нужны были люди. Наша община – это то же самое место. Община – это то же самое место, где мы можем прилагать усилия, где мы можем делать, кажется, незначительные вещи. То, что сегодня говорили братья вот на объявлениях. Послушайте, молитва перед служением важна. И вы можете это сделать. Помочь друг другу убрать зал – это мы для себя делаем. И, знаете, я не пропаганду, знаете, как, вот, ты сейчас будешь, там, служение, ашерское служение, там, получил заказ на рекламу. Послушайте, Бог его рекламирует. Бог говорит, что это служение Богу. И написано, что Стефан был кем? Известен среди людей силой мудрости. Поэтому давайте мы изменим, попросим у Господа изменить наше мышление. И начнем делать дело Божье. Пусть даже не маленькое, незначительное, но в нем мы будем раскрываться, расти. Хорошо? Отец, во имя Ишова, мы благодарим Тебя за Твою милость и благодать, которой Ты являешься нам в каждом дне. Спасибо, что Ты меняешь наше понимание и представление об окружающем мире, о служении. Спасибо Тебе, что Ты показываешь нам, что Ты являешься Богом, который совершает служение. Что мы ничего не можем делать, пока не увидим Тебя творящим. Боже, дай нам эти близкие и тесные отношения с Тобой. Господи, пусть изменится наша молитвенная жизнь. Пусть изменится наше восприятие Писания. Дай нам, Боже, быть верными, Господи, в чтении, в изучении Его. Дай нам, Боже, быть, Боже, как написано, посему узнаете, что Вы ученики, если будете иметь любовь между собой. Дай нам быть Твоими любимыми учениками, имеющими любовь и несущие бремена друг друга. Во имя Ишуа Мессии. Аминь. 2018 год – это год веры. Год поста, молитвы и поклонения. Год поста, молитвы и поклонения.